Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите и что комментируете. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. В этом видео я расскажу вам про новую банкноту номиналом 1000 гривен и почему ее вводят именно сейчас, кто будет изображен на ней и что будет с монетами 1, 2 и 5 копеек. Их реально перестанут принимать. Если интересно, продолжайте смотреть. Но перед этим хочу напомнить про конкурс на 15 тысяч подписчиков. Как только канал наберет эту цифру, я впервые на канале разыграю унсовую монету из серебра. Так что ставьте лайк и поделитесь каналом с друзьями прямо сейчас. Ну что, поехали? Сегодня Национальный банк Украины анонсировал введение в оборот банкноты номиналом 1000 гривен. Новую банкноту мы сможем увидеть и пощупать уже в октябре этого года. Кстати, а вы знали, что такой номинал уже существовал 100 лет назад? А именно, 1 марта 1918 года Центральная Рада Украинской Народной Республики приняла закон о денежной единице, биение монет и печати государственных кредитных билетов, была введена новая денежная единица гривна, которая делилась на 100 шагов. В течение 1918 года в Берлинской государственной типографии были отпечатаны банкноты номиналом в 1000 гривен. Банкнота напечатана на желтоватой бумаге размером 198 мм на 125. Основной цвет синий. Введена в обращение в октябре 1918 года. Вернемся к нашей банкноте. Разговоры о введении купюры номиналом 1000 гривен поднимались много раз. Так еще в начале 90-х годов художник Василий Лопата предлагал изобразить на банкноте 1000 гривен митрополита Петра Могилу. Лопата в соавторстве с еще одним художником Борисом Максимовым создал дизайн первых украинских гривен. Борис Максимов занимался орнаментами, геральдикой, разработкой шрифтов и выбором цветовой гаммы гривен. А Василий Лопата портретами выдающихся людей и памятниками архитектуры, которые на них изображены. В апреле 1991 года Бориса Максимова в числе других художников пригласили Верховную Раду на заседание парламентской комиссии по экономическим реформам. Каждому из них предложили представить свое видение украинской гривны. А 11 мая художники уже прислали в парламент свои работы. Купюры номиналом 500 и 1000 гривен планировалось отпечатать в Англии, куда Максимов должен был лететь. Однако весной 1998 года проект закрыли. В 2011 и в 2013 годах в НБУ всерьез говорили о возможности введения в оборот банкноты номиналом 1000 гривен. Купюру с изображением Пантелеймона Кулеша, но без указания номинала, Бнацбанк выпустил еще в 2008 году. Именно эта презентационная банкнота рассматривалась как один из возможных вариантов 1000 гривневой купюры в 2011 году. Но эта идея так и не была воплощена в реальность. А презентационную банкноту коллекционеры могут заполучить в коллекции уже прямо сейчас. У меня есть и обзор на канале обязательно посмотрите. В декабре 2016 года глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала о планах введения купюры 1000 гривен. Также по ее словам не будет портрета Пантелеймона Кулеша. Но почему же именно сейчас вводят купюру номиналом 1000 гривен? О причинах ввода новой банкноты рассказал на брифинге глава НБУ Яков Смольй. Как он сказал, последний раз максимальный номинал гривны повышался в 2006 году, то есть 13 лет назад, когда была введена банкнота 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала. С того времени многое изменилось. Выросли доходы украинцев, средняя зарплата выросла почти в 10 раз и сейчас для ее получения нужно не менее 20 банкнот. Получается, после появления банкноты 1000 гривен средняя зарплата будет размениваться девятью банкнотами. Это будет намного удобнее, чем сейчас, сказал Смольй. Лично я за электронные деньги. Пользуюсь карточкой Монобанка. Очень доволен. Кстати, кто хочет получить 50 гривен на счет Монобанка, ссылочка есть в описании к видео. Кстати, сейчас более 50% купюр в обороте это 0,05 и около 3% это 0,02. Но вопрос, как появление банкноты в 1000 гривен повлияет на инфляцию? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Новинка попадет в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображен академик Владимир Вернацкий и его цитата «Я верю в великое будущее Украины». Полностью цитата звучит следующим образом. «Я верю в большое будущее Украины и Украинской академии наук». Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, основатель целого ряда новых отраслей науки, геохимии, биохимии и радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году. По размеру и цвету новая банкнота заметно отличается от других. Она большая. Ее размер составит 75 на 160 мм. Для сравнения, купюра номиналом 100 гривен – это 75 на 142 мм. Основной цвет – голубой. Банкнота защищена от поделок такими элементами, как полимерная лента пурпурного цвета с изображением трезубца. При изменении угла наклона визуально меняется направление движения фонового изображения ленты. Также при изменении угла наклона банкноты можно заметить постепенные переходы цветов от золотистого к нефритовому. Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек с 1 октября 2019 года полностью выводят из оборота. Для коллекционеров это повод радоваться, так как монеты начнут дорожать. Также постепенно из оборота выведут монету номиналом 25 копеек. Ребята, поделитесь своим мнением в комментариях, как вам дизайн новой банкноты. И вообще, что думаете про появление этой банкноты. А все, кто досмотрел до этого момента, пишите комментарии, начиная со слов «капитал» или «шальные деньги». Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok